Всем привет дорогие друзья с вами яблочный эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же как восстановить утерянные данные с вашего android устройства Значит смотрите все просто ничего сложного в этом нет Нужно просто иметь вот такую программу она называется DiscTiger Она очень удобная в использовании но для нее для полноценного восстановления данных Либо же это будет с sd-карта либо же с внутренней памяти вашего телефона Нужно будет root-права то есть права суперпользователя Вы когда включите это приложение он запросит root-права и вы сможете полноценно пользоваться этой программой Дальше что вам нужно будет выбрать Следующее окно вот такое вот будет появляться это все системные диски те которые у вас есть внутренние либо же сторонние встроенные То есть выбираете с какого диска где были утерянные данные и потом выбираете перечень файлов которые вам нужно будет восстановить Либо же это будет фотография либо же это будет музыка либо же это будут какие-то другие записи и тому подобное Отмечаете галочкой жмете ok и выбираете естественно период времени с какого по какое примерно Вот будет вот так вот выглядеть и остальная перечень документов те которые вам нужно будет Опять же восстановить отмечаете галочками это либо же удаляете либо же восстанавливаете все ничего сложного нет Как бы самое главное запоминаем то что вам нужно будет root-права права суперпользователя Если они бывают у вас по умолчанию установлены если же нет я оставлю ссылочку на kingroot То есть сайт жмете скачиваете это приложение и с помощью этого приложения прогоняете уже ваш телефон с помощью интернета И получаете root-права то есть подтверждаете все эти данные и через каждое приложение которое будет требовать root-права Оно будет проходить через kingroot и активировать его и тогда вы сможете полноценно использовать ваше устройство с root-правами Вот так вот оставляйте ваше мнение в комментариях пишите получилось ли у вас установить фото и остальные данные с помощью этой программы И не забывайте подписываться на канал, ставить, также прожимать колокольчик чтобы потом не пропускать мои новые видео Всем пока!